В Каменке начали работу елочные базары. За первые три дня на территории района уже реализовано более сотни новогодних красавиц. Заготовка сосен ведется в Каменском и Рашковском лесничествах. Площадь хвойных насаждений в Катериновском лесопитомнике около двух с половиной гектаров. Большая часть деревьев сосны крымские. Их возраст на разных делянках от двух до десяти лет. Ежегодно к новогодним праздникам здесь заготавливают около двух тысяч хвойных деревьев. В этом году у нас планируется 1600 штук. Из них елки в пределах 300 штук. Остальное – это сосна крымская. На сегодняшний день мы заготавливаем на площади 0,25 га. Возраст насаждения – 10 лет. Вырубка хвойных деревьев производится только накануне новогодних праздников, говорят в лесопитомнике. Основные рынки реализации – рыбница, террас, поль, каменка. Рубка производится согласно поступившим заявкам. Мы выбираем сосну. Самую высокую, чтобы было для людей. Красивая. И до полтора метра выше даже. Особое внимание, чтобы была крона красивая. По кругу тоже. Все ветки были. Покупатель не должен взять одну боку. Он не любит это. В Каменке за четыре дня работы елочных базаров населению района уже реализовано свыше сотни сосен. Еще около 30 более рослых новогодних красавиц отправлены в учреждения образования и культуры. Сегодня пока вывезли 30 единиц сосен, а там уже дальше будет видно, как будет население раскупать. До полтора метра 77 рублей. Максимальная свыше двух метров 220 рублей. Веточки по 10 рублей реализуются. При реализации каждому покупателю выдается талончик с печатью, подписью и ценой. Это позволяет правоохранительным органам контролировать незаконные рубки хвойных деревьев. Мы каждый год берем живую елку. Искусственные все-таки пахнут неестественно. А живая она пахнет лесом. И для здоровья детям, чтобы дышали свежестью. Мне елка очень нравится. Потому что она и с шишками очень пушистая. И не больно трогать. Можно украсить игрушками, гирляндами и мишурой. Работа елочных базаров продлится до 30 декабря. Татьяна Лилица, Валентина Стасишина, Юрий Занечковский. Первый Приднестровский телеканал.